В который день на территории Магаданской области идут дожди, в некоторых местах размывается дорожное полотно, но если для жителей региона это обычная реальность, то для иностранцев, волей судьбы оказавшихся на территории региона именно в это время, это такая интересная экзотика с долей хорошего экстрима. За все нужно платить. За интерес к особенностям работы горнодбывающих компаний в условиях Магаданской области и Якутии пришлось расплачиваться отсутствием удобств и порцией хорошего экстрима. Впрочем, все трудности удалось благополучно преодолеть. На Дыгдыкан мы ездили, то же самое, буквально на глазах был подмыт мост. Мы выехали уже по ручью, по большой воде, выехали на трассу, мы думали, сейчас как положено, подъезжаем, мост подмыт. Ну что ж, развернулись, пошли в объезд. Ну тоже был экстрим, там на все колесо нашего Камаза мы ушли в воду, но это же никаких особых проблем для Камазов не составляет. Перешли речку и пошли, как нам требовалось. Группа проехала от Якутска до Магадана на автомобилях Камаз и смогла познакомиться с рядом месторождений, располагающихся на пути следования. В якутской части это рудник Бадран, месторождение Широкое. На территории Магаданской области месторождение Наталка, Дыгдыкан и Павлик. Судя по размерам рассыпных месторождений, которые уже известны и открыты, в них очень большие запасы. Это говорит о том, что где-то должны быть первичные месторождения. И судя по размерам рассыпей, в них тоже должны быть огромные запасы, поскольку сейчас в регионе открыто только несколько коренных месторождений. И по его мнению, их будет намного больше. Разумеется, климатические условия северо-востока Евразии в значительной степени отличаются от тех, в которых работают геологи Австралии. Конечно, Австралия является страной, где легче проводить поисковые работы, поскольку там нет восьми месяцев зимы, как здесь, в этой части России. Но, как уже сказал мой коллега, мы считаем, что мы можем внести свой вклад в развитие поисков и разведки новых месторождений здесь, в России. Очень большой интерес вообще к строению региона, поскольку в англоязычной литературе недостаточно информации о нашем регионе. Поэтому коллегам, с моей точки зрения, очень интересно было своими глазами увидеть геологию нашего региона, ключевые месторождения полезных ископаемых, сравнить их с тем, что они уже наблюдали. Территория Магаданской области для геологических служб иностранных государств во многом продолжает оставаться закрытой зоной. Теперь белых пятен стало меньше. Возможно, это сможет повлиять на приток инвестиций в регион и наверняка будет способствовать процессу обучения и обмена кадрами молодых геологов. Роман Балан, Эхо дня.